Здравствуйте, уважаемые друзья, гости нашего канала. Сегодня мы с Ириной работаем для вас. Делаем сегодня расклад. Тема расклада «Выйду ли я замуж, ли женюсь в этом году?». То есть будет три варианта ответов, и каждый может загадать и получить свой ответ. Итак, Марина, тебе слово, давай. Да, здравствуйте, Роман, здравствуйте, зрители. И кто смотрит сейчас этот расклад, и кто хочет узнать про себя, будет ли он или женится в этом году, постараюсь вам ответить. И хочу, чтобы вы сейчас настроились, выбрали свой определенный камень, который вам больше всего нравится. Тут три варианта, да. Первый, второй, третий. Но также хочу сказать, что 100% может не проиграться в вашем случае, потому что это расклад общий. И также может с кем-то не совпасть. Кто больше открытый Вселенной, тот получит ту информацию, которую он получает. А кто своим скептизмом смотрит и так точно так не бывает, то, конечно же, информация будет не такая достоверна. А теперь постарайтесь расслабиться и убирайтесь в свой цвет камушка, и мы приступаем. Выйдите ли вы замуж в этом году или женитесь? Потому что нас смотрят как мужчины, так и женщины, да? Три варианта ответа. Так, первый вариант. Второй вариант. Три варианта. Три варианта. Приступим теперь, да, первый вариант. Ну, здесь, скажем так, что замуж, жениться первому варианту в этом году не суждено. Конечно, в ваших отношениях будет борьба, да. Возможно, кто-то будет, наоборот, познакомиться. Но даже эти знакомства вас не приведут, знаете, как бы, как сказать, к положительным каким-то эмоциям. Всё равно рано или поздно вы расстанетесь с этим человеком. Это может быть, как и женщина, как и мужчина, да, которые именно не дадут вам тех благостей, долгосрочности ваших отношений. Здесь отношения закончатся, можно так сказать, знаете, даже не успев начаться. Вот что-то вот так вот, такие, пустое. Если кто-то загадывал, то вот такой ответ не очень хороший. Но тем не менее, кто-то будет уже на страже того, какие отношения вас ждут. И вы будете более осторожны и несколько будете всё что-то предусмотрительное. Да, кто выбрал второй вариант, посмотрим, что ждёт второй вариант. Знаете, здесь можно сказать, что человек, который ждёт своего человека, да, кто потерпел очень много разочарований в жизни, да, вот этот вот именно тот человек, то это расклад для вас. У кого были неудачные отношения, всё что-таки, знаете, это даже могли быть такие прям жёсткие. Жёсткая была такая вторая половина, которая, в принципе, вам не давала тех положительных эмоций, которые бы вы хотели, да. Вы не чувствовали себя, если как женщина, а она не чувствовала себя женщиной, да, в этих отношениях. Если смотрит мужчина, да, и думает, ну, значит, делалось так, чтобы вот всячески такие вот прям были тяжёлые отношения, потому что мужчина также должен развиваться в отношениях и всё-таки готов был стремиться, да, к твоей женщине, но здесь вот не давалось, да. Да, вас в этом году, знаете, скорее всего ждёт знакомство с таким человеком, на котором вы будете готовы создать семью. Вот, знаете, вот так вот, даже скажем, кто хочет для создания семьи, да, вот мы же смотрим же все, что водил ли я в этом году замуж, то вы не выйдете в этом году замуж, но некоторые люди смогут начать просто находиться вместе, да, жить, возможно, ну, вот не расписаться, а просто жить. И эти отношения, скажем, вот по королеве кубков, да, очень будут такие плодотворные, значит, да, это отношения на будущее. Женщина себя будет чувствовать вот именно с женой, да, она будет заботиться о своём очаге. Вот видите, здесь даже детки. Скорее всего, возможно, что кто-то забеременеет даже в этом году, понимаете. Ждут хорошие отношения, но начало создания семьи очень продуктивное, продуктивное и очень плодотворное. Для мужчины также он будет благотворить свою женщину, да, он будет становиться мужчиной, и он будет опорой для своей жены, да, той женщины. А начало отношений, да, тут присутствует. Кто выбрал третий вариант? Посмотрим здесь. Здесь тоже я не вижу, что прям будет женитьба, да. Если вы в отношениях, скорее всего, понимаете, будете настаивать вот именно на замужестве, и вот отношения не сдвигаются, потому что здесь вот карта повешенной, пятёрка мечей. Всё-таки у вас такие отношения, что, скорее всего, вы на будущее, вы расстанетесь. Вы не сможете жить вместе, потому что друг друга, знаете, никто не идёт на уступки, да. Если это мужчина будет, да, он какие-то, наоборот, делает деревецкие движения, о том, что вторая половина уже настолько присытилась это всё, да, что вот не хочет. Знакомостей здесь тоже не вижу, здесь больше я вижу распад карт, распад отношений, но не вижу продолжения. У нас только хороший вариант падает на зелёный камень, да, кто выбрал, эти отношения у вас будут развиваться в дальнейшем. Другие варианты, видать, два, первый, третий, не пришли к тому уровню, который должны быть. Сейчас ещё по одной карте вытащил, вот посмотрим ещё на будущее, что вам, как идти, что вас ждёт, да, в будущем. Кто первый вариант выбрал, второй и третий. Смотрите, кто первый вариант выбирал, да, ваши отношения всё-таки будут такие, знаете, как больше, вот вы если расстаетесь, да, они так как расстаются, следующие отношения у вас будут, как вам, знаете, как лекарство на душу, да, вот устретить именно того человека, с кем вы будете создавать семью, но это будет у вас в дальнейшем, не сейчас. Вот прям вот, ну а если прям плохо вот в этих отношениях, которые у вас сейчас, вам лучше расстаться, потому что следующие отношения у вас будут более плодотворные, гармоничные, там вот вы себя будете чувствовать, вот именно нужной, так скажем, да. Второй вариант. Все ваши мечты в этом году будут исполняться. Значит, в принципе, держим курс на положительные эмоции, и семёрка кубков вам говорит о том, что нужно все свои мечты, которых вы сильно сильно желаете в этом году, они будут исполняться. И по карте умеренности третьего варианта можно сказать так, что вам, если мне комфортно в ваших отношениях, вы лучше расставайтесь так же, да, скажем, вас ждёт в дальнейшем вот гармония и благополучие. Вы достойны большего, чем вот в висячем вот этом положении, да, потому что ваша вторая половина вас не ценит. И если так оно есть, уходите из отношений, даже не медлите. Это вот такой совет от карт. Желаю, чтобы у всех было всё хорошо в семье, никаких проблем не было. Всем удачи! Благодарю Марину за расклад высшей силы, карты, что развиваетесь и смотрите наш канал. Пишите обязательно комментарии, подписывайтесь на наш канал, в Динты Знаний, Хранитель Знаний, ну и в Телеграм-канал, там очень много интересной информации. Пишите свои мысли, всегда ждём вас на наших консультациях. Удачи во всех делах. До свидания. До свидания.